Народ, всем привет! С вами Дмитрий ФМ. В этой серии я расскажу, как я победил не едущий ZMZ 405-240. Вот такая модель двигателя. В общем, проблема была следующая, многим известно. Это электропедаль, Евро-3, тапку в пол жмем. Вроде первая, вторая куда-то едет, третья, четвертая, пятая. Пятую вообще можно забыть, потому что разгон на ней отсутствует, даже под горку. Примерно до 3,5 тысяч оборотов тахометр крутится, а дальше происходит эффект, как будто бы сзади привязали парашют. Что было не так? Был полностью проверен движок, все, пролезли компрессию, форсунки, катушки, дроссель. Ну, короче, вот обычно стандартная история, что тебе выносят вердикт диагноз, ты говорят, у тебя все хорошо. У меня отможет хорошо, а вот машина никуда не едет. Скажу проще, чтобы не смотреть полностью всю серию, кто ищет именно ответ. Проблема была в системе охлаждения. У меня именно в моей машине, я купил не так давно, отсутствовал термостат. И приварена была крыльчатка на электромуфте, и все время она крутилась. Видно, человек искал проблему, почему она кипит. Кипела она по другой причине, это другая история. Она уже исправлена, эта причина. И, в общем, я поставил на место термостат, поменял датчик температуры, отрезал болгаркой все, что там наварили, чтобы электромуфта срабатывала вовремя. И, о чудо! Блок управления двигателя увидел, что движок прогревается больше, чем 62 градуса, а точнее, до своей рабочей температуры догревается. И первые километры, когда движок прогрелся, появились признаки, что он вроде поехал. Потом я проехал километров 10-20, и я понял, что движок прекрасно крутится до отсечки, едет, прет, жмет. В итоге я, недолго думая, загрузился, поехал по трассе и увидел на спидометре скорость, которую показывал спидометр. Не скажу какую, закидаете тухлыми пирожками, скажете, это не Формула-1, нахрен ты так гоняешь? Короче, с Клифосовски, проблема была в системе охлаждения, и блок управления двигателя думал, что движок холодный. Лил до хрена топливо и не давал никуда ехать. Если у вас проблема с ЗМЗ-405, вот этот вот 240, Е3, электропедаль, проверяйте, правильно ли отрабатывает система охлаждения, и правильно ли показания доходят до блока управления двигателем. Соответственно, как я уже рассказал, это очень сильно влияет, а точнее, прямо в первую очередь. Расход топлива после всех этих манипуляций по трассе я проехал примерно 140 километров, составил 13,3. В общем, до полного бака заправлялся, проехал, потом заправил опять до полного бака, на калькуляторе разделил, получил 13,3. По городу еще особо не мерил, но на вскидку скажу, что теперь, когда сзади стоишь возле машины, когда она запущена, с выхлопной трубы не воняет каким-то горелым, непонятным бензином или маслом, чем-то прямо вот гарь шла с выхлопной трубы. Сейчас стоишь, и запах как от иномарочки, прям такой чистенький, легенький. А теперь основное видео с моментами, когда все это происходило и как все это происходило. Приятного просмотра, с вами Дмитрий ФМ, поехали! Дмитрий ФМ Я, значит, езжу по диагностикам, все диагностирую, лазью, мучаюсь, проверяю датчики, весь измушился уже в хлам. Чего же машина-то не едет, и расход конский. Решил в преддверии зимы, думаю, пока еще тепло, поменяю термостат, поставлю тот, который потеплее. Скрываю. А тут термостата нет. Его выкинули. Вот это история. Так, короче, вентилятор у меня был приварен, я его отпилил, болгарка, вон следы видны. Потому что со звуком взлетающего Боинга ездить стало невыносимо. Плюс ко всему, мотор не прогревался больше 60-65 градусов. Соответственно, по Алиамде корректировка давления, там топлива, подача, короче, все было херово, потому что двигатель считал, что он недогретый. Топливные карты херачили больше бензина, потому что на холодный движок нужно больше бензина. Но ты по факту едешь уже 2,5 часа по трассе и не понимаешь, почему она не едет, заливает свечи. И расход у тебя, ну, порядка 25 литров. Теперь все понятно. В общем, сейчас ставлю термостат вот такой вот. Не знаю, насколько он хорош или плох, но это был единственный вариант в магазине, который ближайший ряду со мной. Сейчас я его установлю. И я прямо точно знаю, что все заработает, потому что не первый раз у меня проблема, когда термостат наворачивается, блокируется в максимально открытом положении, и машина все время недогретая, херачит до хера топлива. Короче, ладно, ребят, я прямо и радостный, и злой, поэтому выключаю камеру, ставлю сейчас термостат, все это дело собираю и будем тестировать, посмотрим, поехала машина или нет. Система охлаждения отработала полный цикл, открылся термостат, вышел воздух, который там должен был скопиться из-за того, что сливалась часть охлаждающей жидкости. И сейчас температура держится 90-91 градус, смотрим, какой расход. Расход опустился до значения 1,3-1,31. Вот 1,32 немножко подскочило. Полостой ход стабильно держится 842. Температура держится 91. Светофор уверенно ушел от потока. 120, привет. Пятая передача. Да красота, красота, привет, 405, ура. 130. Тапочка полгаза. 130, кайф. В принципе, наверное, буду сбавлять. Страшновато. Надо делать подвеску у тормоза. Дорога пошла в подъем. 120, иду уверенно. 4 тысячи оборотов в минуту. Это кайф. Движок проснулся. Блин, я вообще в восторге. Так, буду сбавлять. Там дальше камеры. Стрелка температуры держится в одной баре. Наблюдаю за графиком положения дроссельной заслонки. Сейчас 26,27%. Чуть-чуть нажимаю педаль. 32, тяга пошла. Ну, все работает, все заработал. Ну что, друзья, время подвести итоги. Так, в общем, там был момент по поводу вот этой прокладки непонятной. Надо было герметиками мазать или не надо. Нужна она тут, не нужна. Короче, ничего нихрена не понятно. Непонятность заключалась в том, что там было и резиновое кольцо для термостата, и плюс еще вот эта прокладка. По идее, сколько до этого перебирал автомобилей или прокладка, или кольцо. Ну, возможно, я ошибаюсь. В общем, поставил и то, и то. И как результат, видим, здесь подтекает, потому что плоскость не очень хорошо плотно прижимается из-за наслоения друг на друга двух прокладок. Либо второй вариант, надо все-таки герметик. Кто знает, напишите в комментариях. Поставил две прокладки, еще раз же повторюсь, колечко и паранитовую. Какую нужно было ставить, какую нужно было не ставить, или все правильно сделал, плюс нужно было герметик. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Здесь незначительно подтекает. Но даже я скажу не то, что подтекает, а влага небольшая образовалась. Потеков, как таковых, нет. Но это ладно. Самый главный момент. Вот это чудо поехало. В самых первых сериях про автомобиль Соболь 4х4 я очень плохо про него говорил, потому что он ни хрена не ехал. Он действительно не ехал. Такое ощущение было, что сюда поставили мотор от Deo Matisse, а вес автомобиля очень большой. И чтобы на нем ехать, хочется его крутить. Но он не крутился. До 3,5 примерно его как-то можно было еще раз кощегарить. Дальше он просто вот как будто бы отключали зажигание. Прям отсечка срабатывала какая-то непонятная. Не знаю, что там за прошивка в блоке. Блок Micos 11ET, электронный дроссель. Повторюсь, еще раз ездил на диагностику. Проверяли, проверяли. Все, в общем, проверяли, лазили. Форсунки не текут, держат. Почему не ехал и жрала бензин, непонятно было. И выяснилось, что здесь отсутствует термостат. Термостат здесь отсутствовал. По той причине видно, что у человека предыдущего кипела машина. И в самой первой серии я показывал вот здесь вот. Сейчас попробую приблизить. Электровентилятор этот, электромуфта была приварена полуавтоматом. Видно следы сейчас от болгарки. Я отрезал эти приварки. Мне не понравилось, что он все время крутится. Звук взлетающего Боинга. Ну, вы прекрасно знаете, как он звучит. И плюс ко всему он отнимает какую-то мощность. Ощущение, что как будто машина не едет из вентилятора. Есть такой небольшой момент. Проверил мультиметром электромуфту. Она была полностью исправна. Питание на нее подавалось при достижении температуры. И почему было приварено, непонятно. Ну, в общем, приварили. Выкинули термостат. И таким образом человек ездил. Видно, машину он начал продавать. Потому что расход конский. Машина никуда не едет. Я же сегодня поставил термостат на 87 градусов. Не знаю, правильно или нет. В магазине меня отговаривали. Говорили, что на Евро-3 надо ставить то, что по инструкции. 82 градуса. Больше ничего изобретать не нужно. Ну, вот поставил 87. Потому что зима скоро. Хочется, чтобы чуть теплее было в салоне. Ну, и движочек потеплее работал. И вот сейчас протестировал. Проехал порядка 140 километров. На машине все нормально, мужики. Все едет, все работает. В двух словах, если сказать. Если вот такое чудо не едет. Меряем компрессию. Смотрим форсунки. Проверяем дрочную заслонку. Ну, в общем, все датчики. Лямб-зон. Чтобы все работало. Все отлично. Проводим диагностику. И если диагност вам говорит, что у вас все хорошо. Значит, начинаем разбираться в системе охлаждения. Мерить, какую температуру двигатель выдает. Все ли у вас собрано. Если машину вы недавно купили. И вот этот вот датчик очень часто выходит из строя. При всем при этом он подает сигнал. И блок управления двигателя его слушается. Ошибку никакую не дает. Но нужно точно понимать, что он исправен. Если он будет показывать значение ниже, чем на самом деле двигатель. То, соответственно, блок управления двигателя будет думать, что движок не догрет. Чем холоднее движок, тем нужно больше топлива. Это я показывал уже в этом видео. И начинаются вот эти все проблемы. Но когда у вас все правильно понимает блок управления. Какая температура двигателя. Что он догрелся до рабочей температуры. То оптимизируется смесь. Насколько я помню, там что-то 14 с копейками к одному. Ну, то есть топливо плюс воздух. И благодаря максимально точно сформированной смеси. ЗМЗ 405-24. Вон там написано. Даже 405-240. Ну, не суть. Евро-3 начинает ехать. Конечно, он едет хуже, чем обычно 405-й. Я работал на доставке на Газель с 405-м движком. Предыдущей версии. И он как-то повеселее, пободрее бежал. Даже груженый. Этот немножко туповатый. Плюс ко всему, сейчас еще сложно что-либо говорить. Потому что движок, который ездил последний, неизвестно сколько. Может быть год, может быть два. Вот так вот он уже эксплуатировался до меня. С заваренной этой муфтой. С отсутствующим термостатом. Недогретым. Естественно, там очень сильные будут отложения на поршневой. Очень сильные будут отложения в головке блока цилиндров. Ну, в общем, все это дело сейчас пока прочистится. Когда смесь нормализовалась. Движку, конечно, станет получше. Ну, не сильно там он поедет лучше. Но, в любом случае, дышаться ему будет легче. Плюс я еще отмечу, что теперь, когда сзади возле выхлопной трубы стоишь на запущенном двигателе, нету запаха бензина. А был прям отчетливый запах бензина. Как будто форсунки, не закрываясь, льют беспрерывно. Сейчас этого нету. Ну, наверное, все. Много чего-то я рассказал. Какая-то лирика. Ладно, мужики, короче, спасибо, что поддерживаете. Ставьте лайки, пишите комментарии. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. С вами был Дмитрий ФМ. До новых встреч. Всем пока. Дмитрий ФМ.